Вчерашнее оперативное совещание в правительстве было достаточно противоречивым. Половину его содержания можно выбрасывать сразу смело на помойку и даже не упоминать. А вот вторая половина была интересна, а самое интересное и самое важное ради Хабирова сообщил в самом конце. В том числе это и кадровые перестановки, но есть и одна небольшая, но громкая сенсация. Начнем по порядку. Начал Хабиров с долгого, заунывного и, на мой взгляд, какого-то тосткливого упоминания дня работника нефтяной и газовой промышленности. Хабиров долго, заунывно, как-то печально благодарил Башнефти, Газпром за вклад в экономику республики Башкортостан. Было очень грустно вообще все это слушать и смотреть. Известно, что у Хабирова не сложились отношения ни с нефтяниками, ни с газовиками. Особенно плохо у него с отношениями в Башнефте. Башнефть категорически не воспринимает его. Команда Сечина, в общем-то, неприкрыто враждует с командой Хабирова. Прямо, скажем, перевес на стороне Сечина. Ну, тут вопрос уже, как говорится, весовых категорий. Ну, кроме всего прочего, в Совете директоров Башнефти заседает Хамитов, давнейший заклятый друг Хабирова. В общем, конечно, шансы здесь никакие. Мы помним, как Мурзагулов, по сути, от лица Хабирова назвал Башнефть, Роснефть дойной коровой для их команды. И после этого, конечно, уже речи о нормальном взаимодействии идти не могло. То, что касается «Газпрома», то «Газпром» тоже достаточно прохладненько относится к команде Хабирова. Видимо, понимая сущность этой, с позволения сказать, организации, «Газпром», видимо, подсознательно тоже подозревает хабировских в том, что их считают дойной коровой. И, в общем-то, особого внимания не высказывает. Закончив хвалить и рассыпаться в реверансах перед нефтяниками и газовиками, Хабиров перешел к 1 сентября, сообщил нам о том, что 58 тысяч первоклассников пошли в этом году в первый класс. Всего у нас школьников почти полмиллиона, около 100 тысяч студентов вузов и тоже около 100 тысяч студентов средних профессиональных учебных заведений. В общей сложности 700 тысяч школьников и студентов в Башкирии. Это действительно очень много. В связи с этим с места господин Хажин, министр образования, сообщил нам о том, что он обеспечил безупречное горячее питание во всех школах, что в школах работает 1268 медицинских инспекторов из числа добровольцев, студентов, медвузов. Только 93 школьника из почти полумиллиона высказали желание заниматься дистанционно по состоянию здоровья. Согласитесь, это даже не сотые, не тысячные процента. 93 человека из полмиллиона. Ну и Хажин одновременно с этим констатировал рост заболеваемости среди учащихся и преподавательского состава. Завершая вступительное слово, Хабиров не удержался и рассказал о том, что он в очередной раз запустил очередную очередь в Советской площади. Как он сказал, начало неплохое. Ну, надо сказать, что очередное начало опять неплохое. Далее Хабиров сказал, что он ждет быстрых решений от Уфы по установке памятника и колоннады. К следующему году закончить нужно, сказал Ради Фаритович. Хорошо бы к 9 мая, ну или к дню города. Ну, на этом совещании Хабиров не впервые и не в последний раз перекладывает ответственность и дает задание городу Уфе. Где-то когда-то мы это уже слышали, но, судя по всему, история идет по кругу. А еще Хабиров поручил министру культуры Шафиковой придумать регулярный акустический праздник, который будет проходить у нас на Советской площади. Ну, вот на этой самой вот новой имперской помпезной Советской площади, где будет конь железный, где будет колоннада, где будет фонтан. Ну, и сбоку бантик, и, видимо, скамеечку Сарапалова тоже поставит какую-нибудь. В общем, конечно, без праздников никуда. По любому поводу праздник и пир. А тут еще будет и регулярный, да еще и акустический праздник. Ну, в общем, опять праздники. Далее оперативка вошла в более-менее привычное русло. Далее слово Максиму Васильевичу Забелину, который огласил сухие цифры борьбы с ковидом. 58 862 заболевших, 0,45% суточный прирост заболеваемости. На ИВЛ находится 12 человек, занятость коек составляет 89%. Меня слегка беспокоит то, что занятость коек начинает возрастать. Всего 11% свободных коек осталось, но Максим Васильевич как-то не очень о чем озабочен. По вакцинации было сообщено о том, что почти миллион 200 тысяч человек у нас вакцинировано первым компонентом вакцины. Более миллиона человек прошли полную вакцинацию обоими компонентами. Но про вакцинацию мы еще поговорим. В конце будет неожиданная новость. Второй штатный вопрос оперативки, как обычно, о ситуации в ЖКХ на дорогах ИЧС. Алану Викторовичу Морзаеву нечего было нам рассказать, кроме того, что два отключения ресурсов случились, но он их героически победил. А вот господину Бушеву все-таки пришлось вытащить на оперативку. Несколько недель он отсутствовал. Министр транспорта и дорожного хозяйства в этот раз был на сцене. Сообщил нам о том, что 99 ДТП за прошедшую неделю, 123 пострадавших, 9 человек погибло. Валовое общее количество погибших в этом году уже на 19 человек превышает количество погибших в прошлом году. Как я уже многократно говорил, безусловно, достигнуть поставленных задач по снижению смертности на дорогах не получится. Но наша власть потихонечку забывает о тех задачах, которые сама себе поставила и которые достичь не смогла. Так что я думаю, что господину Бушеву здесь ничего за это не будет. Также Александр Владимирович сообщил нам о том, что почти 10 тысяч человек было задержано в нетрезвом состоянии за рулем в этом году. Хабиров рассеянно слушал Бушева. Ему неинтересно то, что ничего не получается и ничего не улучшается. Он как-то так, значит, в полуха слушал, потом спросил, а как там у нас Орлан у Фаоренбург, когда будет? Ну, тут Бушев по Фрейду проговорился и сказал, что да хоть к выборам ради Фаоренбурга, в общем, будет. Отмечаю про себя и обращаю ваше внимание на то, что ни слова не было сказано о разметке на дорогах в Уфе и Республике. Ни слова не было сказано о готовности и завершении ремонтов глобальных и неглобальных по дорожному строительству в Республике. Ни слова не было сказано о том, что у нас на прошедшей неделе за один только день воскресенья в Уфе сгорело три рейсовых автобуса, причем все они были на ходу во время движения. Об этом мы не говорим. Мы говорим там, значит, о каких-то странных и непонятных достижениях, о Советской площади, которую третий раз запускаем, а вот о насущных, в общем-то, застарелых, но очень важных проблемах мы избегаем говорить. Далее Фарид Рифович Гумеров сообщил нам о том, что 166 техногенных пожаров случилось у него в Республике на прошедшей неделе. 11 человек погибло в пожарах, это чрезвычайно много и больше, чем обычно. 26 лесных пожаров он устранил, 3 лесных пожара у него действуют, но он тоже скоро их устранит. Двое человек утонули, несмотря на то, что стало холодно, но люди все равно утонут. И один человек погиб при падении с высоты. Хабиров как-то невнятно сказал, что надо проанализировать ситуацию, не допустить на будущий год, оснастить всех техникой, помочь волонтерам и бла-бла-бла. Однако Хабиров забыл уточнить, что, например, тот вертолет, в котором он так красиво сидел и фоткался на МАКСе 2021, этот вертолет пожаротушения так и не удалось купить башкирскому правительству, не удалось торговаться, не хватило денег. Видимо, все деньги ушли на песни Элла Виннегрея. Но вот не смогли, понимаете, да, то есть запланировали купить вертолет и денег нет. Вот это важно, но, естественно, об этом Хабиров не сказал, а вот там благодарить волонтеров этого у него сколько угодно. Далее. В программе был важнейший, на мой взгляд, вопрос этой оперативки. Звучал он следующим образом. О подготовке энергетического хозяйства, жилищно-коммунального, социального назначения к работе в осемний-зимний период. Ну, то есть, собственно, о том самом пресловутом отоплении. Откладывали, откладывали. Батареи включатся у нас уже, пожалуй, что через неделю-полторы. Ну, только сейчас заговорили о готовности. Действительно, нетипично в этом году откладывали вопрос обсуждения готовности энергетической системы республики. Но пришлось поговорить. Естественно, на сцену был приглашен Морзаев Алан Викторович, министр ЖКХ Республики Башкортостан. Но тут я позволю себе напомнить, что неделей ранее прошло очень скандальное, очень резкое заявление БашРТС о том, что ни одна управляющая компания из восьми крупнейших населенных пунктов республики Башкортостан, подчеркну, ни одна управляющая компания, не готова к отопительному сезону. Такое заявление БашРТС сделало. Мы уже говорили об этом, недоумевая, зачем вообще это было сделано. То ли это действительно некая война с Министерством ЖКХ, то ли это действительно катастрофа в ЖКХ. И вот Морзаев был приглашен объяснить, как с его точки зрения здесь все выглядит. Алан Викторович сообщил нам, что на 1 сентября средняя готовность муниципалитетов к отопительному сезону составляет 88%. Ну, хотя бы честно. То есть, если бы он сказал о 99,9%, я бы точно этому сомнился. Причем, тут же было сказано, что ниже средней готовности, то есть ниже этих 88%, хозяйство отопительное в городах и населенных пунктах и районах, это город Сибай, город Октябрьский, который в последнее время вызывает все больше и больше нареканий. И вообще с Октябрьским, пожалуй, что пора начать разбираться. А также Баймакский, Обзелиловский, Ишимбайский, Салаватский, Кигинский, Аскинский, Болтачевский, Аургазинский, Куяргазинский, Федоровский, Стерлибашевский, Чекмагушевский, Калтасинский и Благоварский районы. Во всех этих перечисленных районах и двух крупных городах готовность отопительной системы ниже среднего, ниже 88%. Особенно плохо дела обстоят в акционерном обществе Мелиузовские теплосети. Там максимальное количество претензий. Но Алан Викторович нам обещает, что до 10 сентября, то есть буквально через три дня, будет проведена опрессовка и заполнение водой системы отопления по всей республике, а до 15 сентября будут оформлены паспорта готовности многоквартирных домов. Ну, прямо скажем, времени осталось совсем чуть-чуть. Верить или не верить в эти реляции господина Морзаева мы решим чуть позже, буквально через неделю будет понятно. Но, выслушав вот этот доклад, Хабиров прокомментировал его примерно так. «Я посмотрел паузу. Все вроде бы неплохо. БАШ РТС очень ответственно подошли в этом году, зачем-то, сказал Хабиров. Но в Новый год 2021 года я встретил плохо. Тогда были необоснованные начисления за тепло. Потому заслушаем коллег из БАШ РТС», сказал Хабиров. Но почему-то заслушали исполняющего обязанности мэра Марата Гайфулина. Для Марата Гайфулина это выступление было, конечно же, дебютом. Он бодренько зачитал нам заготовленный доклад и сообщил нам следующее. «Наша доблестная мэрия выяснила причины высокой стоимости отопления». Ну надо же, а? Ну прям вот плакать хочется. А что же они раньше-то? Где же они были до этого? Так вот, этих причин четыре. Первое. Перетопы со стороны БАШ РТС и иных ресурсоснабжающих организаций. Несоответствие площадей, отапливаемых с фактическим состоянием. Некорректная работа систем в домах. И недостатки энергосбережения. Вот четыре проблемы, из которых как минимум три являются, на мой взгляд, преступлением. В ответ на эти угрозы наша доблестная мэрия сформировала план мероприятий. Ну, естественно, что еще можно сделать? План мероприятий по недопущению повторения ситуации 2020-2021 года. Проведена сверка площадей. И эта сверка показала, что плата за отопление взымалась избыточно на 94 тысячи квадратных метров. Что составляет примерно 34 миллиона рублей. Еще на 45 миллионов рублей поставщики тепла обули своих потребителей на диаметре переходников в домах. Это такой неонс интересный. Трубы, которые приходят в дома небольшого диаметра. Потом идет специальная шайба-вставка, которая снижает диаметр этой трубы. Так вот, необходимый диаметр, он как бы и задает то количество тепла, которое подается в дом. По странному стечению обстоятельств эти диаметры не соответствовали необходимым диаметрам. И вот на 45 миллионов, значит, влетело наше население. Марат Гайфулин сообщил нам, что в Уфе 5241 многоквартирный дом с центральным отоплением. В 6% этих домов не проведены до сих пор гидравлические испытания. А в 24% практически в каждом четвертом доме не подписаны акты опрессовки. Вот о таких достижениях мэрии сообщил нам Марат Гайфулин. Вместо того, чтобы создавать бесконечные планы мероприятий, они бы лучше занялись опрессовкой в домах. А далее Марат Гайфулин и вовсе сообщил нам сенсационную вещь. Сенсационную и пугающую. 50% денежных средств, которые мы платим управляющим компаниям, у этих управляющих компаний забираются по исполнительным листам ресурсоснабжающих организаций. То есть уже состоялись суды, и эти суды вынесли решение о том, что 50% денег должны быть принудительно отобраны у управляющих компаний. Очевидно, что 50% оставшихся средств, конечно же, недостаточно ни на содержание домовых территорий, ни на содержание самих домов, ни на оплату текущих расходов за ресурсы, тепло, электричество и прочее. Гайфулин сообщил нам о том, что администрация приняла решение, что она будет финансировать недостающие средства управляющих компаний. Но тут уже, конечно, это абсолютный финансовый и бюджетный абсурд, потому что один раз эти деньги уже собраны с населения, а теперь мы эти же деньги еще и доплатим из числа наших же налогов. На самом деле хочется напомнить Марату Гайфулину, что это не деньги мэрии и не деньги Марата Гайфулина. Это наши деньги, которые собраны с нас в виде налогов, и мы их повторно будем платить за жилищно-коммунальные услуги. Вот до этого дошла жилищно-коммунальная сфера в городе Уфе. По-моему, вот это маркер абсолютной катастрофы, которую упорно не хотят признавать наши власти. Выслушав временно исполняющего должность мэра Марата Гайфулина, Хабиров как-то странно среагировал. Ну, повторюсь, он упорно не хочет видеть проблемы и признавать абсолютного поражения в этой области. И заявил следующее. Все это дает нам надежду, что зиму мы пройдем. Но создайте штаб по зимнему периоду. Тут хочется добавить и дополнить дорогого Раде Фаридовича. Он забыл упомянуть, что, наверное, возглавит этот штаб сам генерал Мороз. Но смеяться тут, собственно, не о чем. Хабиров пояснил, зачем вообще нужен штаб. Чтобы был единый телефон, оказывается. И чтобы не бегали люди, а звонили на этот единый телефон. В прошлом году, сказал дорогой Раде Фаридович, мы безобразно поступили с беднейшими слоями населения. Конец цитаты. Ну, собственно, это еще один пример на этой оперативке, когда Хабиров переложил с больной головы на еще более больную. Он отказался полностью от ответственности за ситуацию в ЖКХ и за отопительный сезон. Безусловно, его очень напугал приход разгневанных граждан в Белый дом. Мы помним, что после этого были куплены заградительные всякие, значит, штуки и оборудование, которое не позволяет людям попасть в Белый дом, если они этого захотят. Там какие-то загородки из стекла выше двух метров и прочее, и прочее. Ну, чтобы население не шастало, значит, по государственным учреждениям со своими претензиями. В общем, Хабиров активно отказывается от этой проблемы и не желает ее слышать и видеть, а особенно отвечать за нее. Я не допускаю мысли о том, что Хабиров верит в то, что наличие телефона, по которому можно позвонить Марату Гайфулину, решит проблему отопления в Уфе. Однако для меня очевидно, что все до одного чиновники, включая самого Хабирова и возглавляемые им, отказываются обсуждать вопрос снижения тарифа на отопление в Республике Башкортостан, отстаивают самый высокий тариф в России на отопление в Башкирии. Судя по всему, это священная корова или это золотое копытце, решайте сами, но они грудью стоят на том, что этот тариф должен быть сохранен. Они будут бегать вокруг него с бубнами, они организуют прямую линию, они будут обволакивать и обкручивать трепьем и ватой трубы, но они ни за что не наступят на интересы братьев Ковальчуков, которые владеют Баш-РТС и которые качают из нас бесконечно эту сверхприбыль на отопление в Республике. Не буду отнимать ваше время, обсуждая два неинтересных, абсолютно пустых доклада господина Гусева и Изабелина. Перейду к седьмому докладу оперативного совещания. На мой взгляд, это было самое смешное выступление, и это было выступление на тему о системе работы органов и учреждений молодежной политики в Республике Башкортостан. Делала этот доклад исполняющий обязанности председателя Государственного комитета по молодежной политике Республики Башкортостан Гайдук Яна Александровна. Ну правда, я вот веселился от души, не знаю как вам, но мне было очень смешно и забавно слушать Яну Александровну. Но начнем с серьезного. Яна Александровна сообщила нам, что в Башкирии более миллиона ста тысяч человек молодежь. Это люди в возрасте от 14 до 35 лет. Да-да, теперь молодежь у нас до 35 лет. Мы занимаем первое место в ПФО по численности этой самой молодежи и седьмое место в Российской Федерации. Яна Александровна с тревогой сообщила нам, что с заботой государства и республики практически не охвачена сельская молодежь. А в 12 районах и вовсе ситуация катастрофическая. Там вообще нет никаких молодежных структур и некому с этой молодежью поработать. На работу, беру это слово в кавычках, с молодежью, в Башкортостане выделяется жалкие 67 рублей на человека в год. Финансирование в нашей республике вот этой молодежной работы, которой занимается Яна Александровна, катастрофически низкое. Оно ниже, чем среднее по стране. Я не понимаю, Яна Александровна что, совсем не смотрит телевизор? Она не знает, что регулярно молодежь окучивает Элвин Грей, и у него все хорошо с финансированием? Прям смешно слушать. Жалкие 74 миллиона достались Яне Александровне в этом году на развитие молодежи и поддержание ее в должном виде. В то время как противный, отвратительный, ужасный Татарстан тратит 721 миллион на молодежную политику. Яна Александровна возвышала голос и воздевала к небу руки. Ну, в общем-то, она видит и решение. Тут все очень простенько и понятненько. Дорогой Радий Фаридович, дайте, пожалуйста, миллиарды. А то у меня самое бедное ведомство, и никто нам миллиард не дает. Вот дадите нам миллиард, и мы везде разовьем заботу о молодежи. Вот примерно в таком ключе Яна Александровна обозначила решение этой проблемы. После того, как мадам Гайдук начала слезно просить деньги, я прослезился и чуть было не полез за кошельком, но вовремя себя остановил. Яна Гайдук высказала и вовсе крамольную мысль о том, что, цитирую, работа с молодежью – это не только проведение праздников. Да ну, правда, что ли? До недавнего времени так считалось вообще-то. Совсем, видимо, Яна Александровна оторвалась от жизни. Может быть, ее не было на WorldSkills или еще на каких-нибудь наших праздниках. Далее Гайдук и вовсе стала говорить какими-то непонятными штампами. Нам необходимо зайти в цифру, сказала Яна Александровна. А еще нужно создать центр изучения и мониторинга молодежной среды. Ну да, понятно. Дайте миллиард, и мы начнем мониторить и изучать. В общем, конечно, глупость несусветная, но она случилась. Хабиров выслушал юную исполняющую обязанности и заключение сделал следующее. Как-то немного так смущаясь, Хабиров сказал – глубоко вы подошли к вопросу, спасибо. Деньги мы, конечно, в одночасье не найдем. Но выстроить дорожную карту нужно и не нужно печалить глав. Почему-то сказал Хабиров. Чем там печалить глав? Ну, он немножко расшифровал тем, что вот если мы сейчас им дадим задание работать с молодежью, то главы совсем опечалятся, потому что на самом деле в районных администрациях уже зачастую некому заниматься медициной, образованием, дорогами, а тут еще, понимаешь, и Яна Александровна со своей молодежью. Хабиров вспомнил о доме молодежи, который он давным-давно всем обещал построить, и задал вопрос о его готовности. Яна Александровна с жаром поблагодарила дорогого руководителя за этот подарок, за дом молодежи. Кстати говоря, где он расположен, интересно. Сказала, что через месяц, через месяц откроется дом молодежи, что он уже практически готов, идут отделочные работы. Хабиров строго заповедал девушке, что в этом доме молодежи не должно быть бюрократов. Пусть там сидят не бюрократы, сказал Хабиров, а лиза-алерты пускай сидят. Самые активные. Конец цитаты. Ну, вот эти вот самые активные лиза-алерты, видимо, и поселятся в этом загадочном доме молодежи. Ну, и теперь к самому интересному, что случилось на этой оперативке. А самое интересное, это было Алла Верды. Это было заключение, которое Хабиров сделал. Выслушав всех своих докладчиков, он взял слово. И, как он сказал, начнем с плохого. Но не тот настрой у меня, сказал Радий Фаридович сегодня. Глав позорить не буду. Собственно, он ни разу этим и не занимался. Он все время себя обрывал на том, чтобы назвать поименно тех негодяев и балбесов, которые препятствуют нашему светлому будущему. Однако Хабиров сообщил о том, что результаты проверки школ к первому сентября не так радужны, как докладывает господин Хажин. И Хабиров потребовал у Министерства образования ответить на вопрос, почему это так. Вообще, это был самый загадочный кусок заключения, потому что мы не поняли, о чем идет речь, что там не так в школах. То ли крыши не готовы, то ли рамки безопасности, то ли с горячим питанием что-то не так. Ну, в общем, Хабиров передал отчет контрольно-ревизионного своего управления Хажину напрямую. Далее Хабиров перешел к неожиданностям. Цитирую. «Пока мы тут сидели, вышло постановление правительства Российской Федерации. Нам теперь нужно вакцинировать 80% взрослого населения». Конец цитаты. То есть, пока мы тут сидели, вместо 60% план превратился в 80%. Переводя в цифры, речь идет о том, что нужно будет сделать в Башкирии 2 миллиона 400 тысяч прививок. Ну, с учетом там медотводов и прочих вещей, 2 миллиона 200 тысяч. То есть, это ровно вдвое больше, чем сделано сейчас. Напомню, что Максим Васильевич отчитывается о миллионе из 100 тысяч людей, полностью привитых от COVID-19. Ну, задача, прямо скажем, неподъемная. То есть, мы прививаемся уже, почитай, что полгода, и миллион 100 набрали. Темпы падают. Ну, по объективным и субъективным причинам. Достичь поставленного результата к Новому году, конечно же, не удастся. Ну, будет два варианта. Либо не выполним план, либо займемся приписками. Далее Ради Фаридович плеснул ложку меда в бочку дегтя. Ради Фаридович сообщил нам о том, что впервые с 2014 года сальдо миграции в республике Башкортостан стало положительным. Аж на целых 300 человек. Ну, давайте рассуждать здраво. Статистически, на фоне 4 миллионов населения 300 человек, это цифра неуловимая. Такой точности статистика миграции, на самом деле, достичь не может по определению. И я отношу это заявление к выдуманным достижениям, которых так не хватает руководству республики Башкортостан в предвыборный период. А еще Хабиров сократил аппарат московского представительства республики Башкортостан аж на целых 10%. Не очень верится, что каждый десятый чиновник представительства в Москве завтра будет выставлен на холод с вещами. Я думаю, что пристроит всех. Там происходит какая-то реорганизация и перестановка кровати в этом заведении. Что-то там, какой-то упор на инвестиции и прочее, прочее. Но подано это было тоже с помпой, что вот смотрите, я сокращаю чиновничество. Далее перешли к кадровым перестановкам. И вот это самое главное, что произошло на оперативке. Начали с малого. Хабиров сообщил о том, что комитет внешнеэкономических связей теперь превращается в полноценное министерство. И называться оно будет Министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности. Очевидно, Ради Фаридович оговорился. Потому что в задумке-то было не конгрессной, а концертной деятельности. Так было бы правильнее. И вот самое главное, вишенка на торте. Хабиров как-то вскользь и буквально уже вставая, завершая оперативку, сообщил о том, что Илшат Тажединов перестает быть руководителем аппарата правительства. И, как он выразился, сосредоточится на национальных проектах и инвестпроектах. После этого оперативка стремительно закончилась. А мы, пожалуй, что осмыслим вот это заявление. Илшат Тажединов, мастодонт и долгожитель правительства республики Башкортостан, судя по всему, стремительно утрачивает свои позиции и уходит на периферию башкирской власти. Он уже не первый вице-премьер. Он уже не руководитель аппарата правительства. Он всего лишь будет заниматься там где-то вот этой какой-то алгой, где-то в предгорьях Шиханов, там где-то в Ишимбайском районе. Могущество еще вчера всесильного Тажединова, судя по всему, подорвано окончательно. И причиной тому аналитики называют неудавшиеся, сорвавшиеся и выявленные интриги, которые в естественном количестве плел Тажединов. Тажединова отлучают от главнейшего ресурса, а именно от кадровых решений, потому что до сего момента он практически и фактически курировал многие назначения в правительстве республики Башкортостан. Курировал практически все назначения в регионах республики. Речь идет о главах районов и всевозможных ключевых позициях. В общем, Илшат Азаматович, судя по всему, звезда его закатилась. Ну, я, честно говоря, недоумевал, почему так долго Хабиров держал и терпел Тажединова на этой позиции. Мы знаем и помним о том, что Тажединов трижды предал Хабирова за свою многолетнюю карьеру. Сумел удержаться при Хамитове, только убедив Хамитова в своей верности и в своей ненависти к Хабирову. И теперь, значит, остался служить Хабирову. Почти три года он удержался в этом кресле, удерживал позиции, обеспечивал благополучие клана Тажединовых. Я удивлен тому, как быстро случилось то, о чем мы заговорили на прошлой своей передаче. Я говорил как раз о вот этой странной связке братьев Тажединовых, о том, как это явно очевидно и, в общем-то, постыдно выглядит. И вот смотрите, как получилось. Ну, не буду на себя наговаривать, не буду считать и гордиться тем, что это результат моих усилий. Я думаю, что все-таки это событие по совокупности. Но, так или иначе, всесильный, могущественный Тажединов перестает быть таковым. И, пожалуй, что это неплохо для республики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова